Признаки, что у твоей девушки не все дома. И речь пойдет не про какие-то легкие странности, а именно о признаках небольшой ненормальности. Смотри это видео, если ты хочешь вовремя убежать от такой девушки и не попасть в просок. Итак, первое. С первого вашего дня знакомства она старается быть в курсе всего, где ты и что ты, и контролирует каждый твой шаг. Вы еще не начали встречаться, а она уже смотрит все твои подписки, чтобы ты был только ее и больше ничей. С такой девушкой ты забудешь абсолютно про всех и все, и тебе придется погрузиться только в ваши отношения и забыть про свою идентичность. Второе. Она контролирует всех своих бывших, даже Ваню из 5-го А, с которым она встречалась в 2011 году три дня. И все еще интересно, с кем они встречаются, с кем они дружат. Она сталкерит все их соцсети. Ну короче, это какая-то странная тема и наводит на мысль, что она какой-то сталкер. Так, я прервусь ненадолго, ребята. Всем здорово, саночные связи. Во-первых, это видео будет полезно, я думаю, для мужчин. Да, ну, чайка рассказывает там якобы типа секреты. Вот, чайка шизанутая или нет. Я бы хотел дополнить, так как чайка сказал типа, что если ты попал, точнее, если ты не хочешь попасть в просак, послушай, я вам так скажу. Если ты с чайкой попадаешь в просак постоянно, ты вообще убедись, что это чайка или нет. Ну, потому что, если часто в него упираться, как бы, ну, хазачо там, как бы, будьте будительны, ребят. Итак, насчет контроля, ребят, здесь она, как и права, то, что чайка будет пытаться контролировать. Но я бы хотел опять-таки дополнить, ребят, а зачем мужчина дает ей контролировать себя, говорит, там, смотрит все подписки, переписки, слушайте, что значит смотрит. Чтобы смотреть переписки, надо дать пароль от телефона, там, дать ей вообще сам телефон, там, ноутбук, компьютер, там, и так далее. От соцсетей, там, вот эти все аккаунты. Зачем? Если она будет пытаться, проси, там, типа, да, и посмотрю, там, и так далее, вот, это личное пространство, вот. И если вы доверяете, допустим, чайочке своей, что я вам крайне не рекомендую делать, ребята, можно, в принципе, договориться таким образом, типа, якобы, ты мне свой телефон, я тебе свой, вот, там, ты ее шоркаешь телефон, она свой, там, ну, опять-таки, ребята, там, чайочки очень хитрые, там, левые аккаунты, у нее может быть другой телефон, там, другой аккаунт, там, и так далее, другая соцсеть, левая, там, для переписок, и так далее. Ну, и это все абсурд, я считаю, ребят, если у вас шерстят ваш телефон, это абсурд, это не отношение, ну, это, я не знаю, это, это чайочка просто себе заводит личного оленяку в столе, чтобы его контролировать, вот и все. Так что, ребята, насчет просака подумайте, давайте слушать дальше. А еще есть девочки, которые интересуются жизнью других настолько, что забывают про свою жизнь, это такие жуткие сплетницы, я таких знаю, от которых нужно держаться подальше, потому что, если вы вдруг расстанетесь, все, она пустит служки по всему городу, какой ты ужасный, будет настраивать других против тебя, в общем, это ужас, они реально ненормальные. Еще одно примечание, если у чаечки есть возможность пустить служки по всему городу, то есть она общается со всем городом, я так понимаю, и в том числе и с мужской половиной города. Ребят, я бы вам советовал заранее выяснить, общалась ли она со всем городом или нет. Как это у вас получится, ребят, это уже вопрос десятый, но если у чаечки, еще раз повторяю, есть возможность общаться со всем городом, вы какой там по счету будете? Ссылки бал. Третье, она всегда себе противоречит. Легкий пример. Она тебе в один день рассказывает, что она поссорилась с подругой, какая она ужасная, она ее ненавидит, просто больше никогда в жизни с ней будет общаться, и через пять часов она с ним мирится и говорит, что она самая лучшая. Нет, но я понимаю, что да, такое может быть, и люди могут ссориться, но если девочка прям вот очень сильно заявляет о чем-то, и потом меняет свое мнение даже не через день, а через несколько часов, но тут что-то тоже за гранью. Четвертое, это проблемы с агрессией. Как можно понять, что у девочки проблемы с агрессией? Она может начать орать прям в общественном месте на тебя, либо она может разбить там, я не знаю, вазу какую-то, или скинуть в тебя там тяжелый предмет. Это уже, блин, признаки, что от девки надо бежать. Что? Если она не может себя контролировать в этом, то, блин, дальше, через десять лет, что она сделает с тобой, я не знаю, зареет тебя ночью. Слушайте, мне интересно, а вот действительно нужно... Нет, я понимаю там сейчас по поводу оленей, да, там у них все глухо, но неужели нормальный парень не поймет, что чаечка шизанута, если в него кидают тяжелыми предметами? Или там она стоит? Вы просто представляете ситуацию, ребята, ты идешь с ней, ну, я не знаю, по торговому центру, там, по рынку, я офигиваю, просто по улице, да, идет, идет, стала посреди улицы, а-а-а-а, как заорет. Ёп! Смотрите там реакцию людей. Скажут, ё-моё, короче, повело немножко крышу, да. Прикиньте, припадки такие у чаечки. И неужели после такого, какие десять лет с ней жить, ребята? Я прошел и сказал, женщина, я вас не знаю, вы что, я бы дальше мимо прошел бы, как бы она орать бы стала бы. Ну, хрен знает, что там у нее. Ну, это совсем для самых маленьких признаков, реально, я не знаю. И последнее, это параноидальные мысли. Ей постоянно кажется, что ты ей изменяешь. Она просыпается с утра и внезапно ей кажется, что ты хочешь изменить ей с какой-то Машкой, вашей соседкой. Хотя вы с ней общались сразу в жизни, и то, когда только заезжали в квартиру три года назад. Сразу же говорю, это не лечится. Всю жизнь ты будешь жить в той атмосфере, что тебя подозревают, что ты хочешь изменить девушке. И тебя будут обвинять в чем-то, что ты не делал. И никогда не будет тебе покоя в этом мире. Вот такие вот факты. Надеюсь, вы не встречали таких девушек. Всем любви. Шрезонопараноидальные мысли, ребята. Слушайте, говорят, это не лечится. Я вам, ребята, как профессионал скажу, вообще любые диагнозы у чаечек, они не лечатся. И вообще сам диагноз чаечка, он тоже не лечится. Чаечка, она и в Африке чаечка, ребята. Чего с них взять? Чаечка даже без диагноза. Она с диагнозом, потому что она чаечка, ребята. Этим всем объяснилось. То, что происходит у нас в обществе. Ну, им сильно олени потакают, но тем не менее. Ребята, что я вам могу сказать? Вот эти вот все признаки, это все, конечно же, хорошо. Прекрасно. Может быть, кому-то они помогут. Но, если честно, они такие, знаете, из пальца высозаны. Если она там кричит посреди улицы, значит, наша занутая. Слушайте, это кому должно быть непонятно. Наша занутая с меня орет посреди улицы. Или кидается вас предметами тяжелыми. Я вам скажу так от себя, ребят. Если вам в отношениях с женщиной, с чаечкой, с девушкой, с девочкой, как хотите, называйте, некомфортно, вот это и есть признаки того, что... Ну, не то, чтобы наши занутые, ребята. Просто это не ваш человек. Вот и все. Я знаю людей, мужчин, которым по кайфу бабские истерики. Я их не понимаю, если честно, как бы, но вот они тоже зависят от эмоций. Говорят, а для меня это встряска. Говорят, я типа начинаю там хандрить, типа там у меня там рутина, работа, быт. Вот там все надоело, типа задолбал. Тут раз чаечка ему экспрессию такую дал, выдала там какую-нибудь истерию какую-нибудь без повода там или с поводом, не важно. Раз такой я хоп-охоп, поскандалили с ней там, да, потом почпокались бурно, прикольно. Говорят, мне по кайфу. Говорят, мне комфортно. Ну, коли так, то вопросов нет. Мы все разные, и мужчины в том числе. Вот и психика у всех разная, и нервная система тоже у всех разная, и жизнь у всех разная. Поэтому главное, чтобы вам было комфортно. Это и будет тем самым первым и единственным признаком нормальных отношений для вас, по крайней мере. Какая бы там чаечка ни была. Только сейчас мне не пишите, типа что про оленей, что... А вдруг им там платить за чаечку комфортно, типа... Ребята, это не комфорт, это заблуждение попросту и все. Мы сейчас имеем в виду нематериальные моменты и аспекты, не финансовые. А там, допустим, именно самих отношений касаются. Бытовой план отношений, вот эти именно общения там и так далее. Так что такие дела. Ребята, всего прекрасного дня и хорошего настроения.